Сердцем, понимаете? Сердцем означает Богом, там Бог живет в сердце. Самое главное означает Бог. Если у вас в семье нет алтаря, нет, вы пищу не освящаете, вы Священное Писание по вечерам не читаете, вы пример Бога и священных людей не ставите в своей жизни, не живете этой деликатной жизнью отношений со святостью, со святыми, тогда верить, что совесть будет жить в вашей семье, не стоит, потому что совесть это Бог. Вот коммунисты хотели совесть без Бога сделать, ничего не получилось. Понимаете, хотя они были совестливыми, но это не та совесть. Я, допустим, спрашиваю учительницу, говорю, а почему я должен правду все время говорить? Если я не скажу правду, мне легче будет. Она мне не могла ответить, она говорит, потому что нужно быть совестливым, совестливым, иначе ты не комсомолец. Ну, как бы, не мог как этого всего понять. Потом я когда в Священных Писаниях ведических прочитал, что был такой демон, которого звали Камса. И комсомолец это тот, кто молится Камсе. И тогда стало понятно. А Камс это тот, кто Бога хотел убить. Вот. Стало понятно тогда. Ну, это все шутки, как бы, но если говорить серьезно, то бессовести нет счастья в семье. Богом, сердцем хранимы наши любимые. Одна девушка подошла ко мне, говорит, Олег Геннадьевич, ну мы жили нормально, у нас дети там, у нас все, как вы говорите, деликатные отношения, все отлично, и денег хватало в жизни, и нормально все, и двое детей у нас, и дети хорошие. Ну, все нормально, Олег Геннадьевич, было. Ну, прожили, у нас семья, понимаете, семья у нас, мы родные люди. Почему он бросил нас? Ответ очень простой. Потому что совести в вашей жизни не было. Запомните, ни дети, ни работа совместная, ни квартира, ни ваши хорошие отношения, ни ваш успех в жизни совместной, и даже ни ваши хорошие отношения со всеми родственниками, со всеми друзьями, не дадут вам в жизни совесть. Потому что совесть берется только от отношений с Богом. И поэтому, если в вашей квартире нет алтаря в вашей вере, в вашей вере, нет отношений с храмом в вашей вере, если у вас нет наставника, еще, понимаете, наставник не даст, просто семью разрушил, он скажет, ну-ка идите сюда оба, в чем дело. Со всем разберется и поставит всех по местам опять. У меня так было. Один молодой человек нашел себе, ну, понимаете, люди же верующие, они все очень хорошие, они такие чистые, светлые. И один чистый, светлый, хороший парень нашел себе чистую, чистую, светлую, светлую, хорошую девушку. Но у этого парня была чистая, чистая, светлая, светлая, хорошая жена. С чистым, светлым, хорошим ребенком. Понимаете, все такие чистые, светлые. Парень говорит, я вот, Олег Иванович, я вам честно, я наставник, да? Говорит, честно вам признаюсь, вот честно от всего сердца, что я свою жену никогда, никогда не любил. Понимаете, так все говорят. А вот сразу возникает вопрос, а что поженились? Вот представьте, допустим, я в поезде с кем-то сажусь, еду, да? Ну, никаких отношений, ничего нет, как бы, просто едем вместе. И потом говорю, ну, поехали дальше всю жизнь вместе. Ну, что, как бы, давай, мы посидели вместе. Ну, теперь поедем, посидим еще и в одной квартире. Ну, и полежим вместе тоже, не только посидим. Ну, типа, вот не любил никогда, и дети появились как-то, странно вообще. Вот никогда не любил. Понимаете, все забывается же в жизни, мы же не знаем. Вот, когда новое чувство возникло, старое отшибает. Вообще, память о старом чувстве, оно отшибает все. И он мне доказывает, он мне объясняет, что он, ну, никогда не любил жену. Объясняет мне. Я, конечно, я же, как бы, простой парень из деревни. Я, конечно, поверю во все это, что никогда жену не любил, а вот ее теперь любит. Так это не любовь, это влюбленность. Это просто дурман. Дурманом сладким веяло, когда от слова твоего поверила, поверила, и больше ничего. Вот, потому что, когда дурман идет, то человек с Богом не связан, он не может разграничивать истину от лжи. Чувство любви самое сильное, оно отшибает все мозги. Поэтому человек должен отношения с Богом строить. Для того, чтобы мозги были сильнее любви, нужно свои чувства держать в узде. Ну, то есть, чувства с конями сравниваются. Они иногда так сильно хотят чего-то, что просто невозможно. И надо их держать в узде. Этот молодой человек не сдержал свои чувства в узде. И в результате он полюбил хорошую девушку. Мы потом разберемся, хорошую или нет. Как вы думаете, она верит в Бога. Хорошую? Хорошую, мои хорошие. В этой сказке нет отрицательных героев, запомните. Он полюбил очень хорошую девушку. Единственное, что ему надо было доказать, что он жену не любит. Но она же не Олег Геннадьевич, он ей доказал. Что она девушка, которая его симпатизировала к нему. Они вместе там развивались как личности в одной команде. И так далее, понимаете. И как бы... Она поверила, ну раз не любишь жену, ну хорошо. Ну что, бывает всякое, ну что, в жизни бывает всякое. И главное было в этом ее убедить. Когда он ее убедил в этом, дальше что произошло? Дальше он начал верить, что эта девушка для него важнее, нужна больше. Эта девушка начала верить, что она нужна им больше. Жена готова была общаться с обоими, это все положительные герои. Понимаете, жена начала дружить с этой девушкой. Говорит, ну как бы, понимаешь, у нас семья, она говорит, я понимаю, но он же тебя не любит. А, ну да, я согласна. Вот, и так вот они общались. Все положительные герои. Какой результат? Результат такой, что девушка поняла, что парень женат. У нее есть жена, и есть ребенок. И не то, что вот она решает, как у него с этой женой будет строиться отношение. А решает Бог. Жену от себя не отлепишь просто так, чисто философской мыслью, понимаете? То есть ее надо бросать, и бросать жестоко. А он хороший парень, он не может бросать, он не может жестоко. Он говорит, он ее убеждал, ну не люблю я тебя. Она мне звонит, он мне говорит, что не любит. Я говорю, ну ты его любишь? Да. Ну и живи с ним дальше. Ну то есть, понимаете, когда хорошие люди, чтобы бросить, надо хотя бы, чтобы один плохим стал, понимаете? Но все верят Богу, у всех есть наставник. И все, и все, чем закончилось, девушка пошла в свою сторону, парень назад в семью вернулся с женой. И вроде уже полюбил. Назад. Понимаете, когда есть Бог, тогда вокруг встречаются только хорошие люди, влюбленность все равно будет, она никуда не делась. Но все, и все ситуации разрешаются, причем разрешаются по-доброму, спокойно. У меня даже не было никаких сомнений, что все решится нормально, потому что все люди хорошие. Никто не будет заниматься предательством. Понимаете? Откуда возникает предательство теперь? Предательство возникает от того, что нет старших. Нет алтаря, нет священного писания, нет наставника. Дикая жизнь. Вот смотрите, я сейчас вам объясню. Есть три слоя жизни. Первый слой в невежестве. Пей, гуляй, веселись. Что хочу, то и делаю. Семьи нет в этом слое. Или есть временно. Люди просто наслаждаются жизнью, и в этом слое заполнен весь интернет, вот этот вот порнографический. Все, что там показывают, это вот этот слой жизни. И входим, целуемся, обнимаемся, сексом занимаемся, непонятно с кем. И вот это и есть самый, ну, как бы супер стиль жизни. И фильмы тоже вот эти вот все вот. Понимаете? Теперь следующий, страстный слой жизни. Это другое кино уже. Это семейное кино. Где могут дети посмотреть так же. Что это за страстный слой? Это слой успешной жизни. Там успешная семья создается. Ну, чуть поругались, а все в целом хорошо там. Мы любим друг друга. Целуемся, обнимаемся. Есть, конечно, враги, которые мешают нам быть счастливыми. Мы как-то их побеждаем. Там есть, иногда побеждаем очень круто. Там, допустим, если у меня мышцы большие, допустим, я с бревнышком хожу. Я могу врагов вообще всех пострелять. Там у меня даже пули мимо пролетают. Вот, такой я сильный. Вот. Это тоже страстное кино. То есть его цель показать, что успех и личная сила, способность добиваться своего, является сутью жизни. Вот если ты успешный человек, сильный, можешь свое добиваться, то никто тебя ничего не отнимет, ты как бы на коне. Вот. Поэтому надо быть успешным. Девушкам надо рисоваться, быть очень красивым. Мальчикам, парням надо быть очень сильными, могущественными. И все, как бы добивайся своего. Побеждай. Будь успешным. Вот. И, ну, знаете, есть одна проблема. По отношению к своей судьбе, успешным не сможешь быть. Потому что хорошо, если у тебя судьба такая, что все пули мимо тебя пролетают, как в кино. А если вот одна в тебя попала, ну, не повезло. Не такой ты успешный, допустим. Ну, судьба, понимаете, судьба. Вот она играет роль. Вот в этой страстной жизни люди не учитывают судьбу. Они думают, что судьбы нет. Судьба есть. И это значит, что тебя обломает она в какой-то момент. А раз обломала, вот вся эта картинка успешной жизни рушится сразу. Смотрите, допустим, женщина заболела чем-то. Мужчина, он же хочет счастья. А с ней уже ни секса, ни любви. Не порисуешься с ней в театре. Как бы она дома сидит, лежит там. Ну, что с ней жить, там год-два прошел, нашел себе другую. Понимаете, потому что нет дальше картинки. А зачем жить-то, что идея-то какая? Успеха же нет. Вот этого кайфа нет, который я хотел в жизни. А я же для этого живу. Вот эта страстная жизнь или вот жизнь ради успеха, ради победы, ради кайфа. Это просто иллюзия. В ней нет совести. Люди пытаются так жить. Картинка заканчивается с этим человеком. Хорошо ищем картинку с другим. И так постоянно вот где-то 5-6-7 лет, ну максимум 10 пожили вместе. И дальше другой человек, другой. Это жизнь страсти. Следующий уровень – жизнь благости. Означает, изучаем, как правильно жить, хотя бы один человек в семье. Дальше работаем над собой, совесть, там, богов, дома, алтарь. Дальше деликатные отношения, откуда они берутся. Вот в страсти есть деликатные отношения. Почему? Из сильного страха потерять друг друга. Потому что близких отношений-то нет. Люди, вот дети есть, работа есть, цели в жизни общие, ну там, дом, семья, там, есть. Все это есть. Есть родители, там, есть родственники, перед которыми мы обязаны сохранить семью. Совесть есть в какой-то степени. Есть в какой-то степени совесть, есть долг, чувство долга, все. Близких отношений нет. Потому что близкие отношения – это отношения двух сердец. Они основаны на взаимной совести и взаимных обязательствах. Понимаете, часто люди в страсть даже не расписываются. Потому что совесть здесь не включена в отношения. Мы любим друг друга, живем. Не любим, что делать? Понимаете, нет совести. Мы любим, не любим. А дети куда-то, они же не могут уже вас не любить. Дети же родились, они не могут уже не любить. Типа, я маму сегодня люблю, завтра не люблю, я с папой пошла. Или я вас обоих завтра не люблю, я с вами развожусь. Такой темы нет, что дети с нами разводятся. Или мы детям говорим, слушай, мы тебя не разлюбили, иди. Куда-нибудь. Нет темы такой, правда? А если нет такой темы, то какая речь о том, что мы любили, разлюбили. Дети уже появились, все. Любили, не разлюбили. Вот. Есть человек, которому вы по-любому разрушите жизнь, если у вас такая философия в страсти. Философия страсти, бессовести, никогда не может принести счастье. И люди, которые думают, что они как бы хорошо друг к другу относятся, и этого достаточно, деликатно себя ведут друг к другу с другом. А деликатно-то почему они друг к другу ведут? Так потому что страшно им неделикатно вести. Вот люди в благости, знаете, интересный феномен. Люди, когда начинают в благости жить, у них отношения ближе становятся, они более болезненными становятся всегда. Вот мы сейчас начали создавать более тесные отношения, такой формат, что вместе, допустим, работаем, Богу служим. Ну, я такой начал формат. Знаете, что мы заметили? Больше ранимости в отношении. Просто жесть. Очень сердца людей раскрываются, они такие обижаются постоянно. То есть они чувствуют себя очень несчастными в отношении. Ранимость, очень высокий уровень ранимости в отношении. Да, близкие отношения. Даже в формации, вот такое сообщество, которое люди вместе там пытаются как-то жить, думать о Боге. Понимаете? И то же самое семья. Люди благостными становятся, у них появляется совесть. Они начинают открывать друг другу сердце, говорить, у меня такая цель жизни, у меня такая. А у меня были вот в прошлом такие поступки, пожалуйста, прости меня сейчас, помолись за меня, чтобы я так не поступал больше. Потому что страстному человеку-то нельзя говорить, он потом начнет тебе об этом высказывать. О невежественном тем более. Ты о своих грехах рассказал в прошлом. Ругань пошла, он говорит, вот, ты на самом деле, ты мне сам говорил, какой ты. И все это, ааа, в сердце боль. Зачем я ему говорил? Он не хочет меня понимать, этот человек, а только обвиняет. Видите? То есть страсть или общие интересы, цели какие-то в жизни не подразумевают близких отношений. Это не близкие отношения. И поэтому здесь есть элемент разлуки. Ну, то есть почему все-таки он меня бросил? Потому что не было близких отношений, понимаете? Близких отношений не было. Близкие отношения начинаются в благости, когда есть Бог. И они всегда очень ранимые, эти близкие отношения. И для того, чтобы их строить, нужна деликатность. И даже в страсти, если у вас невежественный близкий человек, нужна деликатность. Просто она будет более сложно выполнима, потому что человек в страсти будет грубо себя вести с вами, если будет деликатно себя вести. А в невежестве жестоко будет вести себя. Но если вы будете деликатно себя вести, дистанцию держать быстро, очень невежественный человек становится страстным, а страстный благостным. Солнце, когда восходит, тени все исчезают. Это очень важно понять. Это называется воспитание. Что такое воспитание? Увеличивать солнце в отношениях с близким человеком. Правильно. Знак судьбы. Увеличивать солнце в отношениях с близким человеком. Деликатное отношение увеличивать солнце. Ну то есть дарить ему радость, счастье, наказать его, воспитывать по-доброму. Вести добрый стиль отношений. Принимать, прощать человека. Вот представьте, если, допустим, кого-то вы приняли, насколько это ценится? Меня один человек спросил, Олег Геннадьевич, какой успех лектора, как читать лекции успешно? Я ему сказал, ты должен научиться принимать людей. Все, больше нет никакого ценности чтения лекций. Вот прими людей, какими они есть, которые к тебе пришли. Перевари их. Не сможешь, не читай лекции. Бесполезно. Перевари всех, кто с тобой связан. Иначе никаких шансов нет. Точно так же близкий человек. Это близкие отношения уже развиваются. Лектора-слушателем. Точно так же близкие отношения. Деликатные очень, тонкие отношения. Так же отношения с мужем и женой. Перевари человека. Перевари близкого. Ну, переводить слушателей. Близкого человека это разные вещи. Близкого человека очень трудно переварить. В принципе, нужны дни, месяцы, годы для того, чтобы это сделать. Но если ты это сделал, у тебя уже деликатный стиль. Ты принимаешь человека полностью. Все. Он начинает меняться. Поверьте мне в это, пожалуйста. Это самое главное сегодня, что я вам хочу сказать. Точно он будет меняться. Сто процентов. И меняться интересно он будет так, чтобы как-то незаметно. Как будто бы само собой. Понимаете? Не то, что вы вот ему сказали, он таким стал. Это происходит чуть-чуть, как капли вот капают, 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 капли судьбы. И близкий человек лучше, лучше становится. И всегда он будет отставать от вас на один шаг. Вам всегда будет казаться, что мне бы хотелось суп еще лучше. Но, к сожалению, это не так. Почему? Потому что судьба сначала долго испытывает человека, а потом раз, и он становится хорошим, этот человек. И он с такой же, как вы, начинает вместе с вами двигаться вперед. И когда он с вами будет вместе двигаться вперед, и вы уже полностью победите судьбу, вы придете ко мне на консультацию и скажете, Олег Геннадьевич, представляете? Мой муж, моя жена, все произошло так, как вы сказали. Спасибо вам большое. Поднимите руку, у кого так произошло. Смотрите в зал. Видите? И потом вы мне скажете, Олег Геннадьевич, все так, как и произошло, все так и произошло, все между нами, вот так вот. И потом вы мне скажете одно слово из двух букв. Как вы думаете, какое? Но, да, вы мне скажете, но, Олег Геннадьевич. И, а? Нет, не Ом. Ом вы мне не скажете, вы Ом будете в храме говорить. Ко мне с Омом не приходят. Вы мне скажете, но. Вот у вас все здесь хорошо с этим человеком, все исправилось. Вы мне скажете, но, и назовете новую проблему. Потому что так устроена жизнь, понимаете? Жизнь придумана не зря. У вас исправилось все с этим человеком. Немедленно появилась другая проблема. И так будет вся жизнь, понимаете, идти. Немедленно. И вы приходите ко мне, Олег Геннадьевич, ну, с близким человеком, все нормально. Но. И рассказывайте мне новую проблему. То есть у меня работы не убавилось. Вот это. Конечно, всегда эти проблемы будут, но мы хотя бы должны знать, что делать. Теперь сразу возникает вопрос, как же стать деликатным, как принять человека. Здесь нужны две вещи. Первая вещь – это усиливать в своей жизни присутствие Бога, учиться молитве. Вот у нас сейчас был в Бельгии ретрит. Я европейцы со всей Европы съезд. Ехали, им трудно сюда, в Россию добираться. Ну, там они на машине доезжают ко мне с разных концов. Мы собрались в одном местечке. И даже там молитвенные ретриты устраивали. То же самое, кстати, можно делать здесь и в России. Тоже собираемся. Там мы собирали 100 человек. У нас такая семья, 100 человек мы собирались. И по утрам учились в молитве даже. И как правильно жить. Ну, как побеждать судьбу. Учились. Вот и в России тоже такая возможность есть. Тоже два раза в год. В мае, в середине мая, в середине сентября. Все съезжаются куда? На фестиваль Благость. Там 100 человек у меня в Европе. А в России сколько? Тысяча человек съезжают. Так что вот у нас, у вас есть такая возможность приехать, побыть вот в этой атмосфере теплой. И поучиться правильной жизни. С утра до вечера две недели. Поднимите руку, кто съездит. Хотите еще? Вот. Ну, то есть, как бы, это была рекламная пауза, чтобы вы не смущались. Вот. Но она, я с радостью эту паузу делаю, потому что это хорошая реклама. Это реклама, меняющая людям жизнь. Вот. Там по утрам два раза будут молитвенные ретриты такие, мощные. То есть мы час целый молимся вместе, потом полчаса настройка, полчаса обсуждения. И потом люди уже знают, как дальше ему это делать. Тысяча человек, когда вместе хором громко начинают повторять молитву, или я желаю всем счастья, тогда это прошибает мозги любого человека. Субтитры создавал DimaTorzok